Работу нашей экспертной сессии и слово для приветствия и открытия форума в лице нашей экспертной сессии «Социокультурные факторы устойчивого развития северных регионов». Я хочу предоставить министру культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергею Витальевичу Емельянову, который, ну в общем, один из основоположников и отцов, как говорится, вот этой идеи, и этот форум уже второй, и видна, могу сказать, по программе, по кругу участников такая положительная динамика, потому что форум оказался в первом чтении, первый, очень важным, востребованным. И надеемся мы, что и этот форум будет таким же ценным, полезным и продуктивным, как и предшествующие даже более. Поэтому, Сергей Витальевич, Вам слово, пожалуйста. Мне очень удобно поворачиваться к уважаемому сообществу спиной. Дорогие друзья, Вы знаете, я такое неподдельное волнение сейчас испытываю, когда начинается уже второй по счету Северный культурный форум, и начинается он уже совершенно в другом формате, нежели предыдущий. Те коллеги, которые присутствовали на форуме 2018 года, может быть уже в соответствии с той программой мероприятий, программой действий, которая запланирована на ближайшие два дня, обратили внимание, что сейчас у нас будет такое полное погружение в северную проблематику наших вопросов. Мы за два дня должны охватить все сферы деятельности, которые сегодня представлены в нашей отрасли, и выработать некоторые решения, некоторые предложения, которые уже завтра будут озвучены руководству Федерального министерства культуры. Я искренне рад всех гостей Республики Коми приветствовать на нашей северной земле, такой же северной, как и ваши северные земли. Мы вчера это уже обсуждали с коллегами, которые прибыли немного ранее. И оттого, конечно же, еще приятней, что нас связывает одна общая, единая тема, и нас связывает немного больше, нас связывает Север. Я желаю вам плодотворной работы. Очень неспроста форум начинается сегодня именно с этой секции, именно с этой дискуссионной площадки. Она очень долго форматировалась. Мы очень долго, Сергей Александрович, подбирали направление этой площадки. Мы очень долго подбирали, даже элементарно мы просто не могли для такой огромной всеобъемлющей темы подобрать правильное, точное, конкретное наименование этой площадки. Но, как результат, будет сейчас двухчасовое обсуждение этой нашей северной проблематики в контексте всех аспектов. Я еще раз желаю вам успешной плодотворной работы и до встречи на всех площадках второго Северного культурного форума. Со своеобразным праздником вас, друзья! Спасибо большое за ваше открытие. И мне кажется, что сегодня очень много в сфере того, что делается в практической жизни, делается конкретными людьми. Вот все зависит от того, кто, какое место занимает, и как он это место, как говорил Великий Гоголь, что правильное занятие места правильным человеком определяет его смысл, сущность и успех. В этом отношении, конечно, молодая команда проекта Республики Коми в лице министра культуры, конечно, здесь это очень такой, мне кажется, хороший такой двигатель движений, изменений и тех мероприятий, и тех событий, и тех процессов культурных, которые происходят в Республике. Я думаю, что в течение вот этих нескольких дней гости, кто впервые здесь прибывает, сумеют ознакомиться с интереснейшим опытом культурной жизни Республики за многими. Академический смысл, а не имеет смысл практических потом реализаций. Это первая позиция. Вторая позиция. Культура – это прежде всего человек. Я просто вспомню одну цитату, не подумайте, что я вот такой, вот обязательно, как знаете, в прежних дискурсах нужно было цитату из Маркса или Ленина, или, допустим, из первого правительства страны процитирую. Но, просто цитата президента, цитата президента Российской Федерации, которая сказана в 2008 году на расширенном заседании Госсовета. И я считаю, что это одна из самых главных цитат сегодня. И она стратегически долговременная. И она раскрывает смысл того, зачем мы вообще здесь собрались. Цитата вот какая. Цитата президента Путина. «Развитие человека – это и основная цель, и необходимое условие прогресса современного общества. Это и сегодня, и в долгосрочной перспективе наш абсолютный приоритет». Вот, собственно говоря, это сказано в 2008 году, но мы видим, что только в последние, особенно, 5 лет очень активно стали задействоваться, обсуждаться на государственном уровне и реализовываться стратегии культурной политики, которые выстраиваются, финансируются, поддерживаются, обсуждаются, дискутируются. Но здесь пошло движение. Здесь пошло движение, которое, ну я бы сказал, что это движение уже такое более системное и комплексное. Много дискуссионных вопросов, но тем не менее. Так вот, я надеюсь, что все мы в нашей культуротворческой деятельности профессиональной, мы не будем забывать, что когда мы приобретаем музыкальный инструмент, отстраиваем клуб или еще какое-нибудь учреждение, то мы не просто ставим галочку, что выполнено, куплен инструмент, но мы должны видеть и понимать, кто на нем будет играть и что с этим человеком происходит и с этими людьми, кто посещает, как отвлекается и чем все это помогает человеку. Если культура работает в этом направлении, то тогда вот этот человеческий капитал, который является, на мой взгляд, главным фактором устойчивого развития северных регионов, обладающих уникальной этно-языковой культурой, которая сохраняет себя до сих пор в эпоху многих разрушительных, скажем, тенденций и которая является жизненной энергией вот таких гармонизирующих процессов в мире. Поэтому я желаю всем нам сегодня в эти дни хорошей продуктивной работы, хорошего настроения, каких-то практических заметок в уме, ну и желаю нам всем успешной практической работы. Спасибо большое. Сейчас мы переходим уже к основной части и я предоставляю слово «Социокультурный фактор в устойчивом развитии современной Арктики». Валерий Брониславович Митько, доктору технических наук, профессору, президенту Арктической Академии наук, председателю Арктического Совета Ассамблеи Народного Евразии. Валерий Брониславович представляет Петербург, но на самом деле представляет достаточно широкое научное сообщество, поскольку он многие и многие годы посвятил северу Арктики и тем проблемам, которые сопутствуют этому пространству. Значит, договариваемся так. У нас очень жесткий регламент выступления до 15 минут. Все вопросы, коллеги, я прошу вопросы, какие-то соображения фиксируйте, пожалуйста, если они возникают, потому что мы специально с организаторами Дрюйс, мы выкроили где-то 40 минут в конце нашей сессии, для того, чтобы мы могли, ну так, скажем, послушав всех, потому что будут пересекаться несомненно какие-то вопросы и проблемы, послушав всех, чтобы мы могли обсудить. И мы подготовили с коллегами проект итоговой резолюции, достаточно развернутый, он там, кажется, на 7 страницах и адресован в разные инстанции, в правительство разного уровня, в министерство и так далее, с пожеланиями, чтобы мы могли вокруг этого, на самом деле, построить вопросы, ответы, обсуждения и какие-то, может быть, корректировки, мнения, учесть. Договорились, да? Поэтому, значит, я знаю, что говорить это очень увлекательная вещь, я уже сам себе говорю, что я нарушаю свой собственный регламент, но тем не менее, прошу правильно понять, если кто-то будет нарушать, я просто-напросто буду вставать, коллеги, я буду вставать, это будет означать, что, значит, ну, допустим, минута осталась, чтобы вы могли спокойно там, как бы, закруглить тему. Спасибо большое, ну, и тогда, значит, начинаем наше плавание. Валерий Владимирович, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Прежде всего, я хотел поблагодарить, не в конце, а в начале, за приглашение на такой, вот, я бы сказал, знаковый, ну, знаковый тоже слово не подходит сюда, а научно обоснованное мероприятие, которое, на наш взгляд, давно, давно должно быть уже реализовано не так, как сегодня, а уже с реальными результатами, которые мы должны получать. И еще раз напомнить и не то, чтобы попросить прощения, а сказать о том, что я пришел в эти вот области из технических наук. Казалось бы, мы говорим о гуманитарных областях, на самом деле, сегодня это тоже знак сегодняшнего времени. Четвертое, вы знаете, революция и постиндустриальное общество, это общество, когда наука техническая и наука гуманитарная не то, что объединяются, а вообще становятся синтетическими. И вообще, я должен сказать, что мы всегда в Арктической Академии Наук, которую создали 15 лет назад, вот только недавно мы отметили 15 лет этой академии, этому направлению уделяли всегда и уделяем важнейшее внимание, потому что на сегодняшний день мы считаем, ну, если говорить неофициально, то мы считаем просто неудовлетворительным сегодняшнее состояние и уровня жизни на Севере, и взаимоотношений между Севером и Центром, и взаимоотношения между регионами, и взаимоотношения с зарубежными государствами, и очень много-много-много работы, но на сегодняшний день мы, ну, я не знаю, можно соглашаться, можно не соглашаться с тем научных обоснований, с тем решениям, которые принимаются, мы не совсем видим. Поэтому я вижу свою цель вот в сегодняшнем выступлении, это вначале чуть-чуть, два слова буквально сказать, я уже начал в Академии, Европейской Академии Наук, об общественной организации, которая построена по совершенно новому принципу открытости, так как должны быть построены, как мы считаем, научные организации, а не государственные академии. Во-вторых, я хотел обратить внимание на сегодня резкую, совершенно резкую динамику международной жизни в области культуры, в области влияния на культурные коды северных народов, которые очень-очень близки к нарушению наших основных, основополагающих, вот, фундаментальных, я бы сказал, положений национальной безопасности. Это я имею в виду информационную безопасность, безопасность в информационной сфере. А она начинается, опять с человека, начинается с влияния на культурные коды наших и северных народов. И затем просто дальше, что делать? Сказать, что мы делаем? Что наша Академия делает? И не одна, не одна делает, она делает в содружестве и с российскими, и с зарубежными организациями для того, чтобы решить проблему. Вот такие, ну, любое, устойчивое развитие без обеспечения безопасности нереально. То есть, имеется в виду всегда два этапа. Первое – обеспечить безопасность, второе – заниматься устойчивым развитием. Так же, как сегодня, мы и говорим о том, что всего общества, все человечество перешло, ну, переходит, перенаходится, как мы говорим, на пороге перехода к условиям, когда уже материально все обеспечены, все сыты, все одеты, подходов. Но самое главное – это, я думаю, что и сегодня, и завтра тоже, мы, я думаю, будем искать ответы на многие вопросы. И в связи с тем, что действительно время всегда ограничено, это не проблема, вот говорить одно и то же за час, за два, за пять минут, важно только именно как говорить. Поэтому я тоже конспективно совершенно буду говорить о том, чтобы я наметил. А наметил, я уже сказал. Первое – зачем, зачем, почему сегодня актуальна эта проблема, как она выглядит на пространстве информационном и реальном пространстве, как сегодня оцениваются и какие существуют возможные методы построения моделей в этой области, и затем остановиться на тех программах и проектах, которые делает наша академия, наша академия познакомилась с тем, что делает арктическая академия, ну, как общественная именно в области публичной арктической дипломатии. И предложение мы писали, я думаю, я думаю, что предложение всем прочитать предложение, мне пять. Поэтому я только про развитие итогового проекта и все прочитаю. Все, теперь быстро по тезисам, которые я хотел здесь доложить. Вот мы 15 лет назад, и он мне большую информацию не несет, мы забрались, и это люди, которые ученые в основном технической области. Ученые, ряд ученых в нашей академии сейчас 360 человек, из них очень много докторов, наук 90 с чем-то, вот, ни с чем-то нехорошо говорить о людях, вот, и кандидатов тоже более 100, и многие из них являются учеными с мировым именем в области или технических, или смежных, хотя у нас есть, у нас 10 секций, как видите, начиная от геополитики безопасности. Культура, искусство и туризма у нас одна из сегодня быстро регрессирующих секций информационных технологий, которые занимаются моделями в том числе и в области культуры. И другие секции, я не буду снять, они здесь находятся. В составе академии для того, чтобы реализовывать эти проекты и программы, мы создали агентство по другое и инновационным технологиям, которое работает, я бы сказал, достаточно эффективно с точки зрения технической. И буквально в прошлом году дальше будет, мы создали для решения тех проблем, над которыми мы сейчас будем говорить, для которых мы сегодня, для обсуждения которых мы собрались, мы создали в 17-м году по, ну, просьбу нехорошо так говорить, но по предложению Ассамблеи народов Евразии, Арктический совет Ассамблеи народов Евразии, программа которого полностью соответствует повестке дня, которую мы сегодня рассматриваем. Поэтому, я заранее говорю, приглашаю к работе в этом Арктическом совете. Он распространяет свою деятельность, ну, мы как председатель Ассамблеи, значит, пять должно быть сопредседателей из разных стран, они здесь, из разных стран, из Китая, Азербайджана, Болгарии, Москвы, вот, и Финляндии. Проекты точно так же идут международном плане, очень, ну, я бы сказал, эффективно нельзя говорить о том, что мы сами делаем. Ну, во всяком случае, что-то делаем, делаем несидимым. Слажару. Ну, и я уже быстро, очень, очень быстро по этим слайдам прохожу. Графка иллюстрация первого моего заявления о том, что мы подошли к началу нового этапа развития человечества, чем мы. То есть, вот они, уклады, и сегодня вот эти уклады, которые развивались технологически на сегодняшний день, приводят к тому, что основным сегодня, основной задачей является повышение качества жизни. Но тут еще надо очень внимательно вот смотреть на фразу, которую говорил Даниил Белл, который говорил о основных чертах постиндустриального общества, которое сегодня есть у нас в России или нет. Мы все время задаем вопрос, вот, и некоторые, как кому нравится, наверное, много научных обоснований, есть ли у нас постиндустриальное общество или мы переступили порог вот к этого шестой ступени. Нет, не переступили. А если говорить, мы сейчас говорим об Арктике, об арктических регионах, то уровень сегодня технологический в арктических регионах очень отстает от того, который указан в этих вот, даже вот этих вот подачек, которые говорит Даниил Белл. на уровень развития, который не позволяет, на наш взгляд, считать Россию вошедшей или входящей в постиндустриальное общество или постиндустриальный уровень влияет социокультурные факторы, которые здесь пересислены. Я просто буквально два из них назову. Это социальная структура общества, демографические характеристики, ну, традиции и так далее, и все остальное тут нарисовано на лошади для того, чтобы подчеркнуть национальные особенности каждого из этих факторов. Все это концентрируется в человеческом капитале, результатом которого является как раз влияние социокультурных факторов на устойчивое развитие. И дальше в плане два слова о культурном ходе. Я не знаю, много говорят сейчас о культурном ходе. Многие говорят, вот у нас обычно часто с Андреем был в нем, он в Новосибирске говорил о том, у нас сейчас директор, он говорил, что в принципе код разгадать невозможно, но заниматься отдельного даже индивидуумом. У нас в Академии этим вопросом уделяется очень большое внимание, и я не буду говорить о том, что Ульяна и Безокурова и Юрий Яковец это благодаря нам открыли. Мы всегда говорили о том, что существует циркумполярная цивилизация, и нужно так относиться, о том, что она существует, и о том, что совершенно определенный культурный ход имеют люди, которые вот составляют эти общества, эти сообщества архитической полярной цивилизации. Тут буквально слово просто прокомментировано, что это такое формулировка для нашей архитической полярной цивилизации, и дальше как осуществляется на сегодня противоборство и где? В основном в информационной сфере, в информационной. Вот, и в информационной сфере, вот тут просто для примера показано два подхода, не подхода вернее, а два результата. Слева вот методы информационно-ритмические, которые фрагментарно в мозгу человеческом, видите, устроены, они все отдельно. И единое общее мышление – это самое главное. На сегодняшний день все меньше и меньше становятся тех, кто мыслит вот так глобально, ну не глобально, я бы сказал, а объединяем все вот эти фрагменты. И поэтому вот разделяется общество, и сейчас очень быстро делится, разделяется на общество, ну там показано, видите, вот контуженные и инвалиды. Контуженные – это которые имеют много таких фрагментов, которых можно еще обратно вернуть, а инвалиды – это уже которые вернуть на эту область уже невозможно. Я не буду сейчас рассказывать о том, как мы воспитываем молодежь, которая хлопает все время по клавишам, но это не надо хлопать, надо хлопать, но надо хлопать с умом. И поэтому буквально два слова дальше. О тех программах, которые мы делаем в этой области. У нас разработаны специальные методы построения моделей устойчивого развития арктической зоны Российской Федерации и устойчивости, в том числе и военной. Мы очень большое внимание уделяем пропаганде национальных традиций. Поскольку кредо академии – это гармонизация отношений наука, власть, бизнес в условиях формирования гражданского общества, вот Александр Николаевич Семенников. Это величайший пример русского мецената, патриота, который колоссально был очень богат. Все деньги он дал на образование подрастающего поколения, на открытие северного русского пути, на написание научных статей, и умерлищие те в Ницце. Вот мы ездили на его могилу, вот его захоронение на кладбище как в Ницце, и чтили его память. И это же самое, конечно, получается, вот эти вот, является традицией, которую мы используем для пропаганды нашего понимания культурного кода, нашего понимания вот основных проблем, которые стоят перед… Вы уже стоите? А я все это делал… Тогда я буквально быстро… Современный совершенно проект, через неделю мы проводим в Париже большую конференцию по поводу адмирала Депа-Версе французского, который больше 20 лет был военно-морским министром в России, и за это время очень многое сделал. Особенно это важно сегодня, вот для нас, для всех. 200-летие Антарктиды, открытие, которое было сделано, будет отмечать, мы будем отмечать в следующем году, примерно, 15 февраля, вот. Опять у нас очень много в информационном поле противников. Вообще это и не Россия открыла этот актив, да, не проблема. И вот этот вот, я бы сказал, вот там хитрый культурный ход. Вот мы с французской стороной делаем. Сначала вообще закрыли эту тему, поскольку во время санкции недавно, буквально, на самом высшем уровне руководство Франции, чтобы продолжить эту работу. И мы ее продолжаем. И смысл в чем? Что французская страна полностью на нашей стороне. Потому что в то время, когда наши, Блинсгадзин и Лазарев, студент в Антарктиде, именно в инструкции писал адмирал Депа-Версе. Он француз, по происхождению. Вот. То есть они всегда нас поддерживают то, что открытие Антарктиды – это Россия. Вот это на Мистрале. Ну, вы знаете историю с Мистралем. Не буду рассказывать. Мы много в ней участвовали. Мы были на Мистрале. Мы хотели его назвать, первый Мистраль адмирал Депа-Версе, но так и не получилось. Сейчас будем в Санкт-Петербурге. У нас там морской фазад в Санкт-Петербурге. И там все будут. Не только российские, а иностранные, выдающиеся военно-моркские деятели. Все. Я понял. Помните, в Академии, в Академии, как Александр проводил, у него такая вот бумага стояла, сразу раз, звонок – все, до свидания. Да. Поэтому, а остальное, здесь все, все эти слайды, все есть. Они будут, они будут вложены на сайте. И естественно, вы можете все посмотреть. Там все понятно, изложено. Вот. И, начиная от Баттавара и Аркаима, и заканчивая идеологией деятельности Арктической общественной Академии, ну, как мы считаем, Санкт-Петербурге. Спасибо большое. Буквально, я позволю, как модератор, по каждому постараюсь одну маленькую реплику, чтобы было понятно. В чем я вижу смысл? Что при реализации национального проекта «Культура», да, во словах культурной политики и в культурной политике, в стратегии культурной политики Российской Федерации и в практике, в современном менеджменте мы видим, что одна из острых проблем – это недостаточная интеграция тех организаций государственных, общественных, отдельных инициативных групп, которые работают в Северном поле. К сожалению. И в этом отношении, конечно же, Арктическая академия наук, как общественная организация, она стремится и она открыта для интеграции большого количества разных специалистов из разных точек, регионов, международных и так далее, чтобы сфокусировать, чтобы можно было прорабатывать по каким секциям, прорабатывать последовательно различные аспекты, вопросы и так далее. Поскольку здесь, мимоходом затронут целый комплекс таких, на самом деле, жгучих вопросов, они обозначены, поэтому, ну, есть контакты, есть, и я просто призываю, что нам очень важно применить к Северу по возможности иметь не только вертикальные связи, но нам очень важно иметь горизонтальные связи. И этому как раз и посвящена одна из задач форума, чтобы объединялись, видели люди, кто где, как работает и как мыслит применительно к этому пространству. Идея циркумполярной цивилизации, отняющей, конечно же, она идея, скажем, неодозначная, есть ученые, которые подвергают ее сомнению, но я считаю, что она важна, поскольку она масштабирует вот это пространство, как пространство уникальной, если воспользоваться этим понятием, уникальной цивилизации. Вот, вопросы масштабирования, они очень важны, потому что иногда они в разных инстанциях или в культурном обороте, или в научном осмыслении, они заставляют задуматься над теми вопросами, над которыми, если так, не поставим вопрос, мы не будем размышлять. И, как вы сказали, есть два типа мышления, локальное, и, скажем, как бы, целостное, локальное, оно мыслит локально, и в этом смысле мы разобщаем друг друга. Мы говорим об отдельных языковых культурах, этнических и так далее, о том, что нас всех объединяет, и в этом смысле мы в значительной степени проигрываем, в том числе проигрываем в возможностях получения финансирования для решения фундаментальных проблем. в том числе. Спасибо большое. Видите, социо-культурные факторы это и организации, государственные и общественные, это тоже социо-культурные факторы. Ну, конечно, социо-культурные факторы это образование. Это та платформа, та основа, из которой вообще все, все произрастает. Вот. Поэтому я хочу предоставить слово Орге Александровне Сотниковой, доктору педагогических наук, ректору Сокрикарского государственного университета имени Екатерина Сорокина. В недрах университета, я скажу, что проводится колоссальная работа как раз по северной проблематике, и там целая комборта очень интересных, в частности именно культурологов, интересных людей, которые и готовят кадры, и занимаются исследованиями, и эти исследования, они заметны, и на них обращают внимание, их цитируют, их приглашают и в России, и за рубежом. Ольга Александровна, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые участники форума. Позвольте вас поприветствовать от Сокрикарского государственного университета имени Петерина Сорокина, и поблагодарить организаторов форума за ту возможность, которая дает представить и стратегии современного образования, ну и в частности, конечно, воспользоваться возможностью представить наш университет, который является опорным вузом России и относящийся к региону Республики Коми. Говоря о стратегиях современного образования, я не буду цитировать национальные цели, национальные проекты, национальные задачи, о которых сказано в указах президента, сформулировано в национальных проектах. Мы, в общем-то, все понимаем эти задачи, но национальную цель, чтобы реализовать, это, конечно, не просто реализовать национальный проект. Это целый комплекс задач, куда, конечно, включается и социокультурная компонента, и то, что образование участвует во всех национальных проектах, и в проекте культуры, и в проекте наука, и демография, и других проектов, которые на федеральном уровне и разработаны на региональном уровне, везде есть составляющая образования. Я, конечно, в большей степени буду говорить про основные тенденции, которые в связи со стратегиями образования сформировались для вузов за последние пять лет. Понятно, что есть стратегии для общего образования и начального образования. Речь пойдет только то, что касается высшего образования. Ну, вы все знаете, проект 5.100, который определил 21 университетов, которых можно назвать как университет-исследователь. Задача перед этими университетами прописана в их программах, связана с тем, чтобы выйти на... Врачи, вообще, ВУЗ – это важнейший, это важнейший институт в каждом регионе. И он, на самом деле, его отдельный вес и значимость социокультурная и, скажем так, гражданская для населения колоссально. Просто разные стратегии, разная степень интеграции. Вот я вижу динамику по России. Конечно, ВУЗы стали разворачиваться, ВУЗы федерального значения, они стали разворачиваться в региональную проблематику. То есть, они занимаются жизненной средой. Не просто культурной средой, они занимаются жизненной средой. Очень много вот то, что делаете вы через сайт, через различные мероприятия. Подготовка кадров, для чего бы кадры не готовились к университетам? Даже если готовятся инженеры, химики или кто угодно. Это и есть часть культурной политики, потому что университет закладывает не только предметное знание, не только специальное знание, формируется просто личность, качество человека, который прошел университетское образование. В одном университете он проходит и как выхлопной газ вылетел, и потом сам мается и людей мает. А через другой университет он проходит, он становится вокруг себя не просто носителем профессионального дела, он агент нормальной человеческой коммуникации. Он вовлекает в орбиту своей позитивной человечности и энергетики огромное количество людей. И это и есть факторы, тоже вот те капли стабилизации и так далее. Но у меня маленькие, извините, не могу задержаться, я знаю, что у вас еще мероприятие и вам придется уйти. У меня вопрос. А скажите, с подготовкой кадров для культурной сферы вы имеете, скажем, бюджетные места по направлению культуры, культурологии и связанные с кадрами для сферы культуры в республике? Да, вот спасибо. Как раз это очень больной вопрос для нашего университета. С 2018 года на федеральный из федерального бюджета нам не выделяют совсем места по подготовке, которые связаны с культурой. Ни дизайна, ни художественное творчество у нас ни одного с 2018 года. Так, хорошо, понятно. Тогда будем второй вопрос. А республика испытывает потребность в подобных кадрах? Конечно. Это кто говорит? Конечно. А вы кто? Представитель культуры. Представитель культуры. Представитель культуры. Значит, вот тогда ваше предложение, которое мы предварительно провели, мы его в проект обязательно включили. Конечно, считаю вопиющим, если Россия говорит об устойчивом развитии, а мы сегодня говорим об устойчивом развитии северных регионов. Невозможно. Это просто нонсенс. Когда не предоставляется центрам целевые бюджетные места для регионов, у которых средняя заработная плата и возможности платить за высшее образование иные, нежели доходная часть, скажем, там, столица, должны иметь гарантированный бюджетный набор, если регион испытывает потребность в кадрах и поддерживает это. Поэтому мы обязательно внесем в проект нашей итоговой резолюции этот момент. Значит, спасибо вам большое. Я желаю дальше двигаться по траектории как опорный ВУЗ. Интегрируйтесь по самым различным направлениям науки, культуры, просвещения, просветительские деятельности в регион и добивайтесь более тесных отношений с работодателем. Включайте их в советы по образовательным программам. Теснее добивайтесь целевых заказов на целевую подготовку кадров трехсторонний договор. Вы обучающийся и работодатель. Устанавливайте повышенные степеньки, пусть устанавливают. Нужно кадры держать и давать им простор, чтобы они не уезжали там и не бегали по столицу в поиске, скажем, образования или работы, а чтобы они могли с интересом реализоваться здесь. Это задача тоже университета. Открывать не только отучить, но открывать дальнейшие перспективы реализации молодых специалистов. Продолжая обучение в аспирантуре. Занимаясь наукой или еще чем-то. Вот тогда мы сможем территории как-то укреплять. Спасибо вам большое. Уважаемые коллеги, сейчас у нас значит заочное участие Ольга Николаевна Астафьева, доктор философских наук, профессор, директор научно-образовательного центра гражданского общества и социальной коммуникации института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Москва. концептуальное основание национального проекта культуры региональных стратегий. Вы готовы? Приветствия? Да, приветствия. А потом презентацию я походу немножечко мы договорились, я чуть-чуть прокомментирую. Я просто хочу сказать, что для профессионалов Ольги Николаевны, а уже для циклкары, для коми, она очень хорошо знакома, поскольку вот недалее как двенадцатого она проводила через скайп и дистанционные коммуникации повышения квалификации, может кто-то из присутствующих проходил через это, но и на многих конференциях она специалист по региональной культурной политике, авторитетный специалист, скажу, что в культурологическом обществе она вот что называется мой ближайший ближайший зам, она вице-президент культурологического общества, а я мечтал, чтобы она стала президентом, потому что действительно она входит во многие комиссии, в частности крупная конференция культура регионов, которая проходит осенью в Москве, она там один из главных моторов организации, значит, вот ее небольшое приветствие и потом пойдем презентацию. Уважаемые коллеги, добрый день, я рада приветствовать вас на втором северном культурном форуме регионов. К большому сожалению, сегодня я не могла принять непосредственно участие в его работе, тем не менее, мне бы хотелось, чтобы вы просмотрели презентацию, которую я подготовила, потому что вопросы культурной политики и национального проекта являются очень важными сегодня в условиях того, когда мы уже приступили к реализации его основных стратегических задач. Республика Коми и другие субъекты Российской Федерации получили уже гранты, грантовую поддержку, получили определенные субсидии на проведение мероприятий. И мне кажется, что экспертное сообщество и научное сообщество России сегодня серьезно могут включиться в разработку проблем, связанных с Севером. Мы не так давно выпустили книгу «Мир культуры народов Севера, арктический вектор», пригласили к участию и экспертов из различных центров, научных, образовательных центров России, потому что тема интересная сама по себе, интересные региональные аспекты. И мне кажется, вот в этом году, когда мы будем проводить осенью культурный форум регионов России в сентябре, мы сможем эти проблемы обсудить отдельно. Я нахожусь сегодня в Роскультпроекте, это проектный офис Министерства культуры Российской Федерации, который ориентирует нас на новые подходы в управлении в сфере культуры, прежде всего, проектное управление. Мне кажется, что сегодня есть потребность в создании таких научно-методических материалов, теоретической базы, для того, чтобы это управление стало эффективным и наиболее действительным инструментом реализации стратегии государственной культурной политики. Итак, моя презентация успехов форума для всего наилучшего. Так. Большое спасибо Ольге Игоревне. А сейчас мы переходим к презентации. Можно? Уважаемые коллеги, ну вы все знаете, что в конце декабря был утвержден национальный проект культуры. Это совершенно как бы уникальный проект по сравнению со всеми предшествующими вообще направлениями культурной политики реализации, в том числе в объемах финансирования этого проекта. Одна из особенностей этого проекта, он регионально ориентирован. Он имеет четкую региональную составляющую и тот вектор, что нужно расширить, скажем, доступность деятельности культурных учреждений разного уровня. Вот. Обеспечить эти учреждения оборудованием, музыкальными инструментами. И в этом отношении Республика Коми в этом году получит солидное финансирование для оборудования. Ну, давайте пролистаем. Значит, это общие тезисы, которые чрезвычайно, они, в общем, внятны и понятны профессиональному миру, но это очень важно, чтобы не только профессиональный мир понимал, но чтобы понимала и государственная власть, и те институции, которые принимают решения о поддержке, о продвижении, о развитии, о финансировании, и так далее. Значит, узловые проблемы, риски и поиск инструментов реализации государственной культурной политики. Ну, конечно же, финансирование, да, непропорциональное, разность федерального, муниципального и так далее. И это одна из, ну, таких фундаментальных проблем. Разная пропорция финансирования различных сегментов того, что мы понимаем под культурой. К сожалению, не все разделяют эту точку зрения. Часто у нас культура ограничивается культурными учреждениями. Культура не совпадает и культурные учреждения, какие бы ни библиотеки, музеи, театры и так далее, нельзя ставить на крайнество, что это есть культура. Понятие культуры значительно шире. Культура – это все то, это все мы сидящие. Это картина мира, образ мысли, поведение, чувства, эмоции, ценности. Это все культура, наука. Значит, и, конечно же, низкий уровень показателей качества жизни. У нас нет стандартов в сфере потребления или коммуникации культуры. У нас нет измерителей, о которых ООН тоже говорит, когда говорит о качестве жизни, но нет объективных измерителей, которые позволяли бы показать эффективность влияния культуры на качество жизни. Сложнейшая задача, но мне кажется, что если ее выполнить, то это будет очень важный аргумент в пользу, ну так скажем, современной экономики. ну вот, как результат, привыкание населения к самоограничению и употреблению культуры. Снижение интереса к активному участию в создании культурных, вообще в культурных процессах. Может быть, наиболее активно, здесь исследования показывают большую дифференциацию различных групп населения, в том числе возрастных, кто включается, в какие форматы, и кто, скажем, главный канал, допустим, телевизор, к сожалению. И это тоже проблема, потому что, например, проблема возрастных, пожилых пенсионеров, это проблема, которая не должна ограничиваться доступностью различным каналам телевидения. То есть, речь идет об активном вхождении в процессы. Дальше. Ну, речь идет об интегративной сущности культурной политики. Мы внесли в проект положение. Понимаете, как бы культура, министерство культуры, оно не владеет всем пространством культуры. К нему имеет отношение большое количество министерств. Разные программы. Они дезинтегрированы. И даже на уровне национальных проектов, которые сегодня запущены, там идет, что по министерству просвещения проблематика, по проблематике образования и науки идет проблематика по мелькуту. Но они, там нет сообщающихся сосудов, там нет системы. Повторяю то, с чего я начинал. Я сторонник вообще антропологии, что вся система, она должна центроваться вокруг проблемы человека. Ведь это все существует ради чего? Не ради здания, а ради того, чтобы человек благодаря этому развивался и реализовывался. Вот, поэтому модернизация современная, это, конечно, модернизация через развитие инфраструктуры и через возможности интеграции. Не знаю, это один из сложнейших вопросов. Один из сложнейших. У меня иллюзий нет, вот, но думаю, что об этом нужно говорить и этим нужно заниматься. какие пути? Ну, согласование интересов субъектов культурной политики. Вопрос согласования субъектов, то есть всех тех, кто участвовал. Ну, вопрос архи-сложный. Ну, представьте себе, вот вы придумали идею северную культурную форму в республике Кула. К вам приехали все гости. Вот, вы сидите из всех регионов как классно. Я, допустим, говорю, классная идея, а давайте следующий культурный форум северный проведем там в Ханты-Мансийске, а потом проведем в Якутске, потом проведем в Салихарде, потом в Петрозаводске, а потом, допустим, в Питере, как в северной столице. А вы придумали идею? Вы это считались? Ну, и наша система, она завязана вот на этих коммуникациях, что, ну вот, здесь деньги потрачены не зря, и вот непосредственно, что называется, капает сила развития в республику. Как отдавать эту идею, чтобы она проходила? Понимаете? Вот даже вот эти вещи, они не просто моменты личной амбиции, это вот те системные вещи, которые не отрегулированы, и они препятствуют возможностям, скажем, интеграции. А раз нет этой интеграции, то даже гражданской консолидации, научной консолидации в полной мере у нас нет. А следовательно, мы не можем обеспечить в достойном виде решение вопросов устойчивого развития. Поэтому вот передаться внимание общества на гуманистические смыслы преобразования, на преодоление региональных диспропорций, повышение качества жизни. Очень хочется, чтобы, ну то, что заявлено, заложено, чтобы это имело поддержку в реальном менеджменте, в мероприятиях конкретных и в поддержке финансирования. Значит, вот стратегия государственной культурной политики. Ну вот здесь, как бы в самой стратегии, там как бы вот эти факторы учитываются. Но мы знаем, что часто даже послание президента и президентские указы, мы видим, насколько эффективно они реализуются. Это очень сложно, потому что на прежнюю парадигму и систему накладываются новые цели, задачи, условия на реализации, которые далеко не каждое ведомство и общество в состоянии быстро переориентироваться и так далее. с одной стороны, идет стремительный процесс изменений жизни, технологии, так далее. А с другой стороны, технологии развиваются быстро, а вот менеджмент стратегический, среднего уровня и местный между собой и внутри, они запаздывают. И в этом, конечно, не только, скажем, менеджмент высшего уровня, скажем, можно сказать, что он здесь как бы не докручивает, но дело в том, что и мы в этом тоже участники этого замедления, потому что мы привыкли, как совершенно справедливо отметила Ольга Николаевна, у нас есть отвыкание от активного участия в культурных процессах, продуктивное взаимодействие общественных организаций власти, потому что часто общественные организации, они находятся как бы в структуре власти, подвласти. Они не выступают как объективный общественно-профессиональный экспертный, скажем, союз, совет, институция, которая дает взгляд совершенно внеполитичный, внеполитичный. Он дает объективный научный взгляд диагностику и говорит, что нужно делать так, нужно поступать так, тогда мы придем к этим сыром. Не всегда это правило соблюдается. Я очень рад, что, в частности, вот этот форум, это и есть как раз инструмент того, как республиканская власть и вообще северной территории пытаются привлечь общественность, науку вот к решению этих вопросов. ну, я слишком много за пределами, уже как бы и выступаю сам, просто активное творческое участие в создании культурного понимания культуры, как общественного блага. Ну, это то, приблизительно о чем мы с вами сейчас говорили. Вот это очень важная составляющая. На первый взгляд, она может показаться субъективной, ну, что значит активное творческое участие в создании, но это является важнейшим условием успеха реализации культурной политики. Вот. Поэтому стратегические результаты его национального проекта базовые, инновационные, инновационные. Конечно же, конечно же, инновация это болезненная вещь. Она, может быть, произносится сладко. Инновация, будущее и так далее. И это важно и нужно делать. Но это очень болезненная вещь, потому что любое изменение и любое развитие это очень болезненно, потому что этот человек должен отказываться от того, к чему он привык, он должен двигаться и изменяться. Должна быть готовность, должна быть культура этих изменений. Вот. Поэтому, конечно, другого все равно выхода нет. инновационные, но в нем должна сохраняться традиционная основа, в том числе, архаический субстрат. Сохранение традиционных культур, языков и так далее. Современность, в котором, допустим, электронная письменность, то, что разговор был инициирован здесь, в республике. Это электронные коммуникации, это IT-технологии информационные и так далее. того. Ну, результаты, если условия и механизмов реализации согласных проектов, субъекты культурной политики, которые, опять же, необходимы задачи согласования, задачи реализации стратегии. Чтобы, ну, все работали в одном направлении и видели те цели и те целевые задачи, которые решают соседи. Если этого не происходит, то синергии никакой не образуется. И поэтому никакие деньги здесь, но они все будут рассеиваться, эффекта не будут достигнуть. Потому что гражданские инициативы, понятно, правовое слово, конституционные гарантии, культурные ценности, стандарты, практики и так далее и тому подобное. Вот я надеюсь, что в следующем году в нашей в нашей культурной комиссии принял участие и наша национальная комиссия ЮНЕСКО. Я, как член коррекционной комиссии ЮНЕСКО, подобные вещи, это ЮНЕСКОвская вещь, она очень важна. И она не просто красивое украшение. И, конечно же, от стратегии к проектному управлению, потому что все зависит, можно идею прекрасно сформулировать, стратегию, а вот как ее реализовать, поэтому один из генеральных путей, это, конечно, проектный момент. Поэтому проектный офис, который имеет четко разработанную структуру, показатели, алгоритмы, движения, организацию, измерители и так далее. Единственное, что могу, вот, не буду здесь уже, как бы, переход к управлению предполагать, изменение культурной среды. Понятно, что здесь достигается эффект. Единственное, что ни в этой части я не нашел, вот, ни в национальном проекте культура. измерители. Там есть количество отремонтированных клубов, построенных клубов, процент населения, который посещает и так далее. Я не увидел другого показателя. А как измерить эффект от этих вложений? Потому что эффект от вложений, количеством клубов, не измерили. А что происходит с людьми? Заложено ли там научное сопровождение составляющего, составляющего этого проекта? с большими деньгами? Чтобы ученые могли сказать, социологи, культурологи, могли сделать замеры и сказать, что вот эта часть населения попала, здесь нашло движение, здесь есть востребованность, здесь есть отклик, здесь есть позитив, здесь есть изменения. А вот это не попало. Вот это Сехлен заработал, а это не заработал тогда. Если этого не делать, то или ставить эти проблемы, то вновь будут прекрасные здания, еще что-то о эффективности использования этого ресурса. Мой коллеги до кофебрейка, он у нас в 11, но у меня предложили чуть-чуть послушать еще два выступления. Оксана Эдуардовна в исследовательских программах сохранение и развитие культурного наследия народом в евразийской арке, как ресурс устойчивого развития северных территорий. Пожалуйста, Аксана. Здравствуйте, уважаемые участники Северного культурного форума. позвольте вам передать горячее поздравление и привет из Якутии от ректора нашего Арктического Государственного Института культуры и искусства Сарголаны Семеновны Игнатьевой. У нас сейчас просто идет аккредитация, она физически не может присутствовать здесь, но доверила мне, как садокладчику, рассказать о наших основных подходах в деле как раз сохранения и развития культурного наследия народов Арктики. Арктика важнейшая часть планеты, состояние которой во многом определяет будущее мирового сообщества. И президент России Владимир Владимирович Путин, признавая стратегическое значение Арктики как геополитического и экономического центра развития Российской Федерации отмечает важность культурного и духовного освоения территорий Арктики. И мой доклад будет посвящен обобщению материалов из опыта работы нашего ВУЗа, а также научной разработке лаборатории комплексных геокультурных исследований Арктики, которая работала в нашем ВУЗе в условиях при поддержке Российского научного фонда. Дело в том, что работа этой лаборатории настолько вдохновила не только преподавателей и студентов, но в целом научную общественность Якутска. У нас уже даже архив проводит конференцию под названием «Образы Арктики», потому что эти геокультурные исследования показали возможность подхода к культурному наследию совершенно новой, интересной стороны, которая подоражит внимание. Значит, понятие нематериального культурного наследия, конечно, лежит в основе наших подходов, и мы понимаем в том смысле, в котором оно было принято в конвенции ЮНЕСКО 2003 года. Нематериальное культурное наследие включает живущие традиции, унаследованные от предков и передаваемые будущим поколениям. Нематериальное культурное наследие обладает позитивным значением для общества и человека. Оно формирует у общин чувство самопытности и преемственности. Конечно, оно нуждается в специальных мерах для сохранения, для полного раскрытия в интересах именно устойчивого развития. Так написано в конвенции ЮНЕСКО. И при определении подходов к сохранению культурного наследия, мне кажется, очень важны следующие цитаты. Хотя сегодня говорили, что цитировать не нужно, но это тот случай, когда мы должны цитировать. Потому что это Лихачев и его мысли о том, что культура представляет главный смысл и главную ценность существования как отдельных народов и малых этносов, так и государств. И второе высказывание, менее известное, выдающегося исследователя полиазиатских культур, языков, культуры чукчи, в частности, Владимира Багараза, Багарастан. Он говорит о том, что народы СССР не должны быть изображены беспомощными, вялыми, слабыми, изнывающими под гнетом суровой природы. Их нужно изображать напротив сильными, одаренными, создавшими своеобразную культуру, даже в песчаной степи и в снежной тундре, ведущему борьбу с суровой природой и побеждающими ее. Народность надо изображать в четком типаже, выявляя его основную красоту. Вот это как раз материалы Багараза, которые хранятся в архиве Российской Академии наук. Они были собраны во время жизни работы Багараза на Колыме. И они относятся к тому, что Владимир Григорьевич Багараз собирался, собственно, создавал методику создания этнографического кино, этнографического фильма. по методике создания этого кино и относится это высказывание. И в целом методология лаборатории геокультурных исследований Арктики создана Замятиным Дмитрием Николаевичем, доктором культурологии, кандидатом географических наук, и Романовой Екатериной Назаровной, доктором исторических наук, и Шейкиным Юрьевичем, доктором искусствоведения. То есть, она представляет собой такой междисциплинарный некоторый сплав. В чем большой какой-то интерес этой методологии? Ее можно характеризовать с нескольких моментов. Во-первых, культурное наследие народов Арктики изучается в единстве с окружающим природным ландшафтом, потому что культура народов Арктики неотъемлема от природы, и она может быть адекватно понятой и рассмотрена именно в связи с природой. Второй подход комплексный должен быть. То есть, междисциплинарный на стыке различных наук идет. Кроме того, национальные модели воображения должны быть задействованы, должна быть задействована творческая практика, информационная составляющая. Именно в этом более широком понимании мы имеем ввиду междисциплинарность. И отдельным объектом изучения являются созданные в культуре устойчивые характерные образы, с помощью которых выявляются модели воображения. Вот это как раз тот такой инновационный прорывной момент, который делает культуру народов Арктики очень интересной, понятной, потому что если образ красив, характерен, он вызывает межкультурную коммуникацию, есть желание углубиться в этот образ, пообщаться. Это очень важный момент, который способствует инновационности данной методики. Итак, культурное наследие, с одной стороны, является важнейшим институтом памяти, а с другой стороны, это важнейший ресурс устойчивого развития территорий, который формирует современную культурную среду, который способствует привлекательности территорий, как в качестве туристической, так и другие виды привлекательности создаются. в процессе подготовки этого проекта были проведены большие масштабные исследования, начиная от Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского, это наши наиболее западные точки, и далее Таймыр, Республика Сахай-Акуте, Магаданская область, Чукотка. были проведены масштабные исследования полевые с записью большого количества видео, аудио, фотоматериалов, обобщением, и так далее. И вот в процессе изучения образов этих территорий удалось наметить основные что ли подходы к геокультурному брендингу данных территорий. То есть, были намечены модели геокультурного брендинга, в которых есть образы пространства, очень важны, очень важны образы времени, ну вот в частности базовые элементы потенциальных имиджей, это образы пространства, такие как начало и конец, созидание и разрушение, жизнь и смерть. образ времени, он вообще является сквозной темой Арктики, и если на западе у немцев это образ, такая стратегия пути, вся жизнь организуется, как путь, который длится во времени, то медвежий праздник хантов, как время пробуждения, и праздник Исех, центральный праздник Саха, якутов, как тоже время пробуждения после зимних снов. Вот этот образ времени, он тоже является центральным, важнейшим, понимаете, он не просто яркий, но он настолько имеет важный философский, культурный смысл для народов, что эти образы являются некими вневременными, имеющими важнейшие, центрообразующие культурные значения. И, наконец, был появлен созидательный код этнокультурного наследия народов Арктики, именно бесконечность пространства и циклический характер времени. Именно поэтому народам Арктики свойственна не то, что безмятежность, но свойственна созидательность, позитивность, потому что этот созидательный культурный код присутствует. И очень важно, что современный геокультурный ландшафт включает в себя несколько слоев. Он включает в себя не только слой традиционной культуры, о которой я все время говорила, но и слой индустриально-промышленной культуры, освоения природных богатств. То есть это вахтовые поселки, это нефтепроводы нефтепроводы, газопроводы, это культура существует. И в Арктике уже ведь и урбанистическая культура существует, там, где локусы постоянного проживания людей. Это города, поселки. То есть понимание современного ландшафта, геокультурного, как сложного такой конгломерации из нескольких состоящих, оно тоже должно быть плодотворное, и поэтому мы должны ориентироваться именно на разные понимания культуры. Ну и вот эти все образы, они находят отражение и в деятельности, и в развитии Арктического нашего института культуры и искусства, где вот есть такая легенда Нивхи о птице Агу-кук, потом был поставлен спектакль в нашем сахартеатре режиссером Андреем Борисовым о том, что звуки крыльев птицы Агу-кук помогают мальчику найти путь в туманном море. И он, двигаясь на звук крыльев птицы, приходит к берегу. И вот эта птица, которая летящая, которая созидающая, направляющая, очень важен образ в развитии нашего института. И вот птица профессия творчества, искусства, цивилизация Арктики. Именно так расшифровали аббревиатуру. В целом Арктический государственный институт культуры и искусства объединил существовавший в республике важный потенциал в области театра, художественного творчества, музыкального творчества и в области социально-культурной деятельности. Вы видите, на базе каких школ возник наш институт. Существует 9 выпускающих кафедр, и на этих 9 выпускающих кафедрах разработаны 49 дисциплин, которые именно отражают содержательное своеобразие культуры и искусства народов Арктики. У нас есть и предметы, музыкальная культура народов Арктики, культура и искусства народов Арктики, арктическое регионоведение и так далее, и так далее. Кроме того, приглашаются тьютеры, знатоки языков, знатоки национальных инструментов, знатоки национальных типов пения. Эти тьютеры занимаются со студентами для того, чтобы выпускники имели действительно практические компетенции и работали в домах культуры, в школах и так далее, в арктических регионах. Достаточно хорошо выстроились международные связи, но самое главное география студентов у нас очень хорошая. За время существования института мы упустили уже 3000 выпускников и студентов, причем и из Красноярского края, и из Амурской области, из Камчатки, из Чукотки, у нас обучались выпускники и успешно закончили. Несколько проектов, есть у нас международные арктические центры культуры и искусств, и его журнал существует, ну и так далее. То есть наш институт является действительно такой важной площадкой для инновационного и культурно-практического и научного сохранения культуры и искусства народа в Арктике. Мы считаем, что это действительно важный ресурс развития наших северных территорий. Спасибо. На самом деле, спасибо вам большое за ваше замечательное выступление, потому что я просто хочу по ходу комментировать, чтобы была понятна логика, почему, скажем, наша экспертная сессия, она подобрана таким образом. Каждый эксперт-спикер, он покрывает определенный аспект той проблематики, которая, на мой взгляд, является очень важным. запущен национальный проект культура, а там о культурном наследии, да? Ну, в общем, мягко говоря, хило сказано. Вот. Там мимоходом проходит эта тема. А это на самом деле, ну, грубо говоря, это действительно по-разному называют код, архетип, это ген. если ты его не сохраняешь, не понимаешь, не следуешь, то что ты можешь дать современному человеку? Как ты можешь его развивать? И в этом отношении, конечно, вот, учреждение, которое представляет профессор Дамжанская, конечно, это учреждение чрезвычайно такое серьезное, которое занимается, ну, я думаю, что вы успели сориентироваться даже как бы в проблематиках и в презентации уровня понимания серьезными, серьезными исследованиями, которые, вот, эту основу, эту основу пытаются исследовать, ее транслировать, и тем самым, как бы, развивать, сохранять культуру и делать ее достоянием. Поэтому вопрос культурного наследия, вот этот, скажем, как бы, аспект, он многообразный, но это важнейший. Для северных народов, для северных регионов, он основополагающий, потому что ни в каком другом регионе, я имею в виду, центрально, допустим, человек так не связан с природой, как на севере. Он не пронизан такой мощной мифологией ритуала не обрядов, как эти территории, до сих пор. вот, если в центре, допустим, земля, мать сыра земля, главная мифологема, ну и, понятно, обрядовая структура, календарный праздник, но здесь это настолько сильная, мощная, комплексная, системная, скажем, такая вещь, которую, конечно же, нужно понимать. Не понимаешь? И часто в семье мы иногда спрашиваем, а кто был в нашей предке, нам интересно. Кажется, это праздный интерес, а просто мы через это познаем себя. Так что спасибо большое, вам успехов в вашей работе. коллеги, значит, ну, я думаю, что мы объем, объем нашего кофе-брейка, кофе-паузы сохраним, вот, потому что есть два варианта, скажем, либо еще сейчас вот заслушайте на кофе-паузу, и, если сейчас на кофе-паузу, тогда, Анатолий Михайлович, вы начинаете, ну, там нам время позволяет, либо мы еще одно выступление и потом на кофе-паузу. Да? Как? Кофе-паузу. Да, хорошо, потому что не можете... Я, собственно, хотел начать свой доклад с того, что мы действительно живем во времена глобальных культурных изменений. Эти изменения, они заметны в образовании, как мы видели, в экономике, в самых разных сферах, вот, и трансформация эти происходит не только во внешнем мире каком-то, но и во внутренней жизни человека. И это очень важно. Конечно, во многом эти изменения связаны с технологиями, коммуникационными с новыми технологиями, с новыми информационными. Они меняют нашу реальность символическую, меняют систему ценностей, меняют систему потребностей, вот, они меняют даже способы и структуры общения, и это очень заметно по студентам, допустим, с которыми я общаюсь, вот, они уже не смотрят телевизор, вот, у них совсем другие источники информации, другие способы взаимодействия друг с другом, вот, и, собственно говоря, вот, исследование этих темы стало проектом, который, вот, поддержал ФФИ, и который я возглавляю, кластерная культура, исследовательские стратегии и философская аналитика. Собственно говоря, что же нового в этом направлении? Дело в том, что уже достаточно долго наука изучает конкретные какие-то объекты, предметы, что, где, когда происходило, вот. Тем не менее, этот новый взгляд позволяет нам сместить вот этот ракурс исследовательский с конкретных вот вещей на то, чем все связывается, каким образом это происходит и какие последствия возникают вот от этой нового способа взаимодействия. Ну, изначально мы обратили внимание на кластерный способ этих взаимодействий и коммуникаций, и вообще все эти кластеры, такие слова, казалось бы, на слуху, и все вроде бы как понимают о чем речь, потому что вот нас окружает, вот мы уже слышали про Web of Science, мы знаем про сети, там, не знаю, там, библиотеки, гипермаркетов или чего-то такого, социальные сети тоже, я думаю, у каждого есть эти аккаунты, но вот. И, тем не менее, когда начинаешь исследовать это, нам пришлось в течение первого года изучить литературу научную всякую разную, и оказалось, что вслед работают за математиками, физиками, химиками, социологи, и психологи, и кто только не попытался заниматься взглядом с точки зрения именно сетевой связанности. Вот. И оказалось, что, ну, это действительно абсолютно новый рапорс, новый взгляд. В чем же новизна, собственно говоря, сейчас я вам скажу. Вот. Да, и еще, ну, коль скоро мало времени, я тут, конечно, готовил большой доклад. Вот. И посмотрел, что же видит под кластеризацией нашей политики. Вот. Нашел документ, по которому сейчас идет реализация кластерного развития Севера, который составляли комитет Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов, Центр экономики Севера и Арктики, Высшая школа экономики. В общем, солидные такие структуры. И по всем легионам очевидно, абсолютно, что там мурманские кластеры, логические производственно-пищевой, потом Архангельский лесновый кластер, якутский производственно-экономический кластер по созданию, ну, в общем, всяких освоений ресурсов, золота, руды, в общем, и так далее, и так далее. Здесь, в Республике Коми работает лесопромышленный кластер, да. В прошлом году был зарегистрирован химико-биотехнологический кластер. И, в общем, Соктовкара абсолютно в тренде развивается вот эта политика. Но анализ вот этих инициатив всех и программ показывает, что проекты по кластерному развитию, они реализуются лишь в сфере управления экономикой и сводятся к обновлению производств, кооперации разного рода бизнеса, ну, и какой-то поддержке властной, административной вот этих проектов. И все это внедряется в жизнь ради повышения конкурентноспособности предприятий, регионов. Вот. При этом, ну, в качестве признаков эффективности все используют количественные показатели. Конечно, как культуролог и философ я не могу с этим никак согласиться, потому что реально проблема кластеризации, ну, вот это, ну, проблема человека, да. И, конечно же, необходимо учитывать изменения, вот о которых я сказал в начале, изменения отношений между людьми, вот этих трансформаций сознания человека. Ведь сегодня даже идентичность человека собирается абсолютно по другим параметрам, не по тем, по которым в классических прописях мы, ну, знаем там, что там этнос, пол, социальный класс, и тому подобное. Да. Сегодня уже даже эти характеристики перестали работать абсолютно. Вот. Они задают какие-то новые параметры существования человека в этом мире, формируют новые отношения, вот. И осмысляются современными культурологами, они как субпотоки, как ситуативные солидарности, как племена даже. Ну, в общем, вообще другая совсем терминология и все такое. Ну, вот, для тех, кто занимается какими-либо исследованиями, вот, могу поделиться теми наблюдениями, которые, может, не на вы для естественных наук, но абсолютно на вы оказываются в приложении к наукам, гуманитарным, к наукам и культуре. Ну, вот, первое такое открытие, что в отличие от технологических и логических сетей, логистических, простите, это у меня отсутствие, вот, большинство социокультурных сетей никто не создавал, да, они не являются плотом политической воли, социальной инженерии какой-то, никто не планировал создание интернета или мировые финансовые сети, большинство сетей развиваются снизу благодаря самоорганизации, неформальной вовлеченности людей в интересные проекты, те, которые действительно актуальны, и ради которых они готовы, в общем, там, жить, творить и развиваться. Для исследований, лучше у многих власти культуры, ценным также является то, что изучая что-либо целое, его нельзя исследовать по частям, да, но у нас вообще даже номенклатура наук так создана, что мы все изучаем только с того или иного аспекта, в то время как целое существует только благодаря связности, не понимая связности, мы никогда не поймем целого. Еще одна мысль о том, что целое обладает свойствами, которые не присущи его элементу. То есть, изучив очень много всего разного, мы можем подумать, что у нас есть какое-то общее представление об этом, на самом деле, ничего подобного, но целое будет обладать совсем другими характеристиками. Еще одна мысль о том, что активность сети всегда превосходит сумму действий каждого из ее элементов. Ну, вот этот эффект синергии, который сегодня уже в докладчиков не раз упоминался. Конечно, важно учитывать и то, что влиятельность сетевых сообществ нельзя оценивать по количеству членов. Ну, вот, допустим, религиоведы и прочие часто очень, какая-то группа не очень влиятельная, у нее там всего 100 членов, да. Но если мы смотрим с точки зрения сетевой парадигмы на любые организации, то понимаем, что число членов может расти линейно, а число связей начинает расти экспоненциально. И у 100 членов какой-нибудь общины может быть больше миллиона связей. Вот, математики даже говорят миллиарды, но, я думаю, они учитывают какие-нибудь семантические, когнитивные, в общем, мы можем, конечно, и таких вещах поговорить. Ну, вот. Из этого, в частности, следует, что размер социокультурных сетей определяется вот тем, насколько просто двум людям, случайно выбранным, да, вот в этой организации или где-то там, вот, связь установить с другим. Ну, вот, собственно говоря, это феномен известный, как тесный мир, да, там, сто лет назад Венгер один сказал, что всех людей на планете связывают шесть рукопожатий. Вот, сегодня такие исследования ведутся. тот же Facebook, в котором сегодня, ну, аккаунтов больше, чем жил на планете сто лет назад, вот, говорят, что четыре, вот, четыре посредника между всеми людьми, кто там есть, там, миллиарды людей, ну, вот. Это, конечно, тоже обладает, но новизной меняет немножко, вот, ориентацию. Что еще важно, мне кажется, и что мало учитывается и в культурной политике, мне кажется, тоже, да, это то, что сетевые отношения никак не опосредованы географией, границами регионов, и вообще все привычные эвклидовые представления о пространстве, они не работают с сетевыми городами. Вот. Ну, например, короче, в решении многих вопросов, я думаю, для Соктовкара будет связаться с Питером, или попасть в Питер, или в Москву, чем в какой-нибудь соседний город, регион, который в километрах намного ближе расположен. вот. Очень важным является также изучение, конечно, и понимание, только потом уже администрирование, мне кажется, процессов разных, да, то, что сети организованы по-разному, то есть структуры этих связей абсолютно разные, вот, и, допустим, централизованные сети, которые так любят администраторы, но вот, они в то же время, ну, с одной стороны, обеспечивают эффективное управление и контроль, но, с другой стороны, они оказываются самыми уязвимыми, ну, вот, потому что, есть вот эти, как бы, ну, главные узлы, там, какие-то хабы, мосты, вот, по которым все осуществляется, и нарушение любого из них делает сразу все сети нежизнеспособной и проекты нереалистичными, вот. Да. Я, наверное, тоже увлекаюсь, да? Нет. У вас есть. За 4 минуты. Ох. Ну, вот, да, очень мало, конечно, да, ну, для, например, да, такой вот, для устойчивого развития сегодня многие регионы пытаются развивать туризм. Однако, придавая тем или иным локациям и объектам статус туристических, мы, словами нашего современника, вот, такого французского культуролога Месье Аже, превращаем их в не места для местных жителей и в симуляционный фасад для гостей. И, попадая в такой вот туристический кластер, который, вот, сделан исключительно из таких вот, ну, экономических соображений, миллионы путешественников получают лишь рзацтой культуры, ради которой они потратили свою жизнь, деньги, купили билеты и куда-то там приехали, да? Ну, вот, то есть, ради чего вообще это путешествие было осуществлено. А само местное население лишается того символического и культурного ядра и памяти, которое обеспечивает ему аутентичность и преемственность поколений и вот такие вот вещи. И так происходит, в итоге, ну, процесс тотальной изоляции местного населения от своего прошлого и корней, а путешественников от мест, ну, вот, где могла бы произойти встреча с иным. Вот. Из этого можно сделать вывод, что вот такого типа развития туриндустрии не столь уж однозначно позитивны, если, конечно, не ориентироваться исключительно на коммерческую выгоду и привлекательность турбизнеса как бизнеса. Турзоны сегодня очень часто совсем не места для развития искусства и прочих видов культуры, там, творчества. Скорее, это часть культуры развлечения, причем не особо высоконравственного толка очень часто, и, в общем, в итоге никакой пользы для населения тоже в этом и нет. Что касается позитивных примеров, то хотелось бы тоже привести парочку, но вот это... Ну, вот мы тут пообщались с библиотекарями, которые вот сейчас где-то на другой площадке работают, и вот такая очень хороший опыт кластеризации это опыт библиотеки Маяковского в Петербурге. Признаться, я не видел года 3-4 назад, когда я слышал там из Устрины Прохора и Врачоку, что библиотеки, вот это важно, ну вот, за ними будущее, но, когда я захожу в нашей библиотеке сегодня, я, конечно, не знаю, во-первых, это очень привлекательное место стало для молодежи, то есть там реально кипит жизнь, ну вот, там создана среда чрезвычайно вот такая демократичная, ну вот, здесь проводятся лекции, мастер-классы, то есть там вот, ну вот, реально, ну, кипит жизнь и в будние, и в выходные дни, ну вот, там есть свободный вай-фай, компьютер, интернет, вот, там есть вот такие у нас проекты при помощи вот скандинавских наших друзей, финнов, каких-то, мол, допустим, такая библиотека, где можно подойти, взять, ни с кем не нужно здороваться, не предъявлять никаких билетов, подойти, допустим, с книжки, взять какую-нибудь свежую книжку, ну, не знаю, там, свежий роман Белевина, и лечь там куда-нибудь в подушке, и почитать, и захотелось тебе выпить кофе, ты тут же прошелся, выпил кофе, ну вот, и, в общем, очень удобно, вот, для людей, как бы, и это очень здорово, что вот такая сеть, такой читательский билет чисто условный, если ты хочешь взять что-то себе домой, причем он один действует на все там 49 библиотек, которые объединяют этот кластер, и так далее. Другой позитивный пример это создание в пространствах потерявших актуальность всяких складов, фабрик, заводов, креативных кластеров, арт-пространств. Вот в Петербурге это очень активно развивается, даже вот не успеваешь отслеживать, несмотря на постоянное общение с молодежью, вот эти места, то есть там и мастерские художественные, и театральные площадки, экспозиционные пространства. Но среди таких, самых, может быть, известных, этажи, скороход, арт-муза, Лиговский 50, Севкапель, арт-плей, Новая Голландия, в общем их можно много перечислять, это огромные пространства, в которых реально кипит жизнь, творческая молодежь, в общем, любит эти места. Опыт Петербурга и наших скандинавских соседей показывает, как хорошо сегодня принимаются людьми такие мифодизайнерские технологии, как территориальный брендинг и плейсмейки. Ну, как известно, в основу проектов территориального брендинга, тоже вот мы видели в предыдущей презентации, очень важно, конечно, все вспоминают про идентику, фирменный стиль, какую-то визуальную узнаваемость, но, конечно же, в основе любого бренда лежит некая миссия, некое благородное предназначение, которое опирается на базовые ценности или базовые потребности человека. И потом уже все это начинает визуализироваться с помощью нейминга, дизайнеров. Характер, поведение бренда тоже на этом основе ориентированы всегда на пользу окружающих, на пользу других. Среди оснований, на которых могли бы возникать такие бренды, это, безусловно, бренды географических мест, это бренды исторических событий, бренды происхождения каких-то товаров или услуг, ну, типа там, швейцарские часы, хохламская роспись, вологодские кружева, уральские самоцветы, да, вот такого типа, понятно, да. Вот. Ну, и вот еще одно добавление к этому, да, что очень важно вот в развитии вот этого территориального брендинга, да, такое измерение, как привлечение, ну, людей талантливых, ну, вот, которых сегодня относят к креативному классу, условия для них жизни, они комфортные для работы и так далее. И среди долгосрочных прогнозов это самая перспективная стратегия. Ну, может еще три слова про плейсмейкинг. Хорошо, спасибо. Вот. Впервые эти идеи замечательные, да, уже в 70-е годы прозвучали вот тоже в Европе, вот, и основа этого направления заключается в том, что общественные пространства города должны принадлежать его жителям. Да, несмотря на то, что с появлением этих первых концепций уже полвека прошло, сегодня он реализуется в создании развития городских пространств, открытых, доступных для всех. Это об ускорствах скверов и парков, ну, хотя бы даже скамейками, там, и так далее. И вот, как у нас сейчас на Васильевском острове есть такие районы брежневские, такой скучной архитектуры, допустим, и на эти неприглядные многоэтажки от Питера тоже полгода темно, но в темное время суток производят такие световые проекции с видами старых зданий или каких-то арт-композиций, и это преображает места, и это очень нравится местным жителям, и, в общем, это такое решение очень дешевое и при этом, ну, очень привлекательное. Ну, помимо уже упомянутых вот такого рода библиотек, как третьих мест, да, таких особых пространствами работы дома, вот, использование амбиентной рекламы, поддержка инициатив жителей к благоустройству. Ведь у нас очень часто такого рода инициативы, они просто запрещены административными штрафами. Тем не менее, вот, буквально позавчера впервые увидел, как во дворе на набережной реки Фонтанке, большие дворы такие, муниципалитет разрешил детской художественной школе свободно реализовывать свои проекты, и в результате все стены там домов и так далее покрылись мозаикой цветной, очень красиво, ну, вот, всякими прельефами возник просто такой реально сказочный мир, ну, вот, который тоже очень ценится людьми. Главная задача, конечно же, здесь, да, это реорганизация пространства для создания людей чувства общности и положительных эмоций. Любые инициативы от оборудования дворов детскими или площадками или спортивными тренажерами тоже, которые для всех открыты, до создания креативных пространств или событий каких-то городских. Все это очень высоко ценится жителями городов, которые, ну, в общем, не избалованы такого рода вниманием были до недавнего времени. И, на мой взгляд, данные практики достойны распространения здесь, на севере, они способны сделать жизнь людей счастливее, и это самый, ну, может быть, важный залог для обеспечения в обозримом будущем устойчивого культурного развития. Украины Ну вот и взгляд учёного культуролога на вполне конкретные прикладные практические вопросы развития скажем, как бы пространство, это во-первых, во-вторых, мне показалось чрезвычайно ценным и важным принципиально ваша ремарка по поводу понимания, современного понимания и его некоторого нормативного закрепления, кластеризации. Ведь действительно, те примеры, которые вы привели, они, собственно говоря, убийственные. Нет, нет кластеров, которые связаны с гуманитарной культурной сферой. Есть промышленно-экономические кластеры, очень четко. И в этом смысле, конечно, наше общество и стратегия, она такая достаточно технократичная. Там вот отсутствие человека. А вот кластеризация этим путем, и она дает очень большой ресурс для развития и для ребрендинга, то есть для, скажем, реанимации убитых мест в результате, либо административной, в результате отсутствия человека просто. Вот действительно, эти хрущевки, пространства, где мы живем. Вот я, извините, маленький пример приведу. Не потому, что я там такой хороший, а просто я живу в доме, он недавно построен, года четыре назад. Я там выставил в прихожей эти горшки с цветами, зеленые. Первая акция тайная была сделана. Ну, потому что я захожу, и мне приятно, что в подъезде вот как-то вот не камень, а вот мне лично приятно. Я для себя это сделал. Потом чувствую, что чего-то не хватает. Я повесил там картину не свою, в другом стиле. И, ну, так как-то теперь я захожу. И что бы вы думали? Ужидели дома, стали на личных площадках. Они стали. Где-то, я смотрю, появились цветочки. Где-то я видел в рамки фотография на других этажах. Нормальные там, как бы, пространства и так далее. Вот это. И сразу, сразу моя эмоциональная жизнь изменилась. Вот то, о чем говорите абсолютно на бравые эмоции. За счет этих реорганизаций, может быть, зарплата низкая, но, по крайней мере, она не пришедет тебя окончательно, потому что у тебя есть другой ресурс жизнеобеспечения. У тебя есть среда, которая дает тебе позитивные эмоции. Это очень важно. Спасибо большое. Ваши рекомендации, они включены в проект итоговой резолюции, но мы потом вернемся. Итак, коллеги, продолжаем дальше. У нас есть заочная, ну, у меня предложили такое, Харлам Теория Надежды Климовны, социокультурно-научно-исследовательское образовательное пространство Северо-Эр. Я предлагаю, мы его разместим на сайте, эту презентацию, чтобы время, наверное, скажем, не терять, и мне, скажем, не комментировать и не создавать параллельный доклад на эту тему, вот, тем более, что по этой проблеме у нас, так или иначе, несколько докладов, и я смотрел, и тезисы, они как бы пересекаются. В этом смысле мы не теряем, но интересующиеся могут познакомиться на сайте. Поэтому сейчас слово предоставляется Василию Михайловичу Воронову, кандидату философских наук, доценту кафедры философии, социальных наук и права социального обеспечения Мурманского Арктического государственного университета и одновременно Василию Михайловичу, он научный сотрудник Центра Арктических и Сибирских исследований Института социологии РАН. Вот. С темой современные вызовы арктической антропологии проблемы идентичности. Считаю, что тоже эта тема исключительно важна. Вот, в перечне того, о чем мы с вами говорим. Пожалуйста. Ну, я не буду оригинальным, но я начну с благодарности. Во-первых, большое спасибо Сергею Александровичу за приглашение и большое спасибо организаторам мероприятия, потому что очень интересно поучаствовать в такой нетрадиционной площадке, то есть обычно такой научный дискурс, это обмен идей, там можно послушать идей, так вот, какой-то такой научный туризм, а тут получается предполагается еще некий практический выхлоп, то есть резолюция, которая, по идее, может влиять как-то на проводимую культурную или антопологическую политику. Поэтому спасибо, двойное спасибо организаторам и организатору конкретно, модератору, который пригласил. Ну, коллеги, я бы, наверное, оттолкнулся от слов предыдущего докладчика, ну и от его какого-то обсуждения, от этого доклада нашим уважаемым модераторам, о неких нематериальных факторах отношения к жизни и, возможно, нематериальных факторов развития региона. Ну, и вот для меня таким, ну, на мой взгляд, таким фактором выступает идентичность, ну и конкретно ее сила или ее слабость. Вот, я тоже бы немножко включился в дискуссии, опять-таки, с предыдущим докладом. Мне кажется, вот эта идея радикального изменения механизма... Бочарова за возможность присутствовать, и не только присутствовать, но и выступить на этой удивительной площадке, где можно представить и услышать самые новые, актуальные проблемы и самое, наверное, важное выработать и предложить определенные рекомендации. Я хотела бы вначале сказать, почему родилась такая тема, почему она возникла. Я изучала этнокультурное движение, этнокультурное возрождение вепсов в республике Карелия, и первое, что обратило на себя внимание, это то, что это этнокультурное возрождение было научно обосновано. Если мы вспомним хронологию событий, то как раз вепс стали определенной моделью развития малочисленных коленных народов, и здесь был выработан научный подход в рамках научных центров и учреждений, были проведены конференции, обсуждения, в ходе которых были даны рекомендации, и одной из важнейших рекомендаций было продолжить исследование истории, культуры, этнографии вепского народа, ну и в связи с этим возник такой доклад вепса. Прибалтийская и финская ветвь финно-угорских народов принадлежат к коленным и научительным народам севера, имеют статус коленных народов в Баритцевом регионе. Мы видим, что есть определенная хронология получения вепсами такого статуса, и здесь надо отметить, что огромную роль в этом сыграл диалог, о котором Сергей Александрович сегодня говорил. Коренные народы должны общаться, все время взаимодействовать с региональными областями, прежде всего, для того, чтобы добиться своих прав, добиться того, чтобы услышали и услышали об их потребностях. Ну и вот здесь, конечно, получение такого статуса вепсами во многом было обязано карельской организации, обществу вепской культуры. Надо сказать, что эта организация ведет очень активную международную деятельность. О вепсах замечательно очень много сказано, и о вепсах много слышали в организации бюджетных наций. Там есть постоянный форум по вопросам коленных народов, и руководитель общества вепской культуры Зинаида Стогачакова является представителем этого форума. Ну и надо сказать, что эта международная деятельность вепсов, она интересна и региональным властям, и как раз вот здесь создалось такое пространство для взаимодействия, которое во многом позволило сохранить и развивать культуру вепсов. Надо сказать, что для коленных народов Севера сохранение культурного наследия, природного наследия в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни, осуществления традиционной хозяйственной деятельности является условием устойчивого развития этих народов. И, конечно, научные исследования играют ведущую роль в сохранении этого культурного наследия. Здесь можно подтвердить мои слова тем, что постоянно проводятся научные конференции, организуются экспедиции, издаются этнографические материалы, и все это активно поддерживается в присутствующих планах и мероприятиях о региональной и федеральной программах. Ну и обосновано данное действие тем, что необходимо информировать население об исторических веях в жизни народа, о достижениях в области языкового и культурного развития. Ну и в качестве такого примера можно привести то, что сейчас активно продвигается идея участия вепсов в создании древнерусской государственности для того, чтобы, во-первых, повысить уровень самосознания, достичь большего уважения и самого народа к самому себе и других народов к вепсам и истории, вепсов и культуре. Ну и, конечно, одна из важнейших мер сохранения и развития языков малочисленных народов — это научное изучение этих языков. Ну и еще один такой яркий пример — это то, что научные исследования, научные труды вместе с рассказами местных жителей помогают воссоздавать и поддерживать картину традиции обрядов. Также социологические исследования очень важны для коррекции государственной, национальной политики на федеральном и региональном уровнях. И здесь надо отметить, что, конечно, очень важную роль играют статистические данные переписи населения, почему я об этом говорю, в 2020 году будет всероссийское переписи населения. И здесь, вот с учетом опыта вепсов, которые в лице представителей общественных организаций постоянно оказывают на некорректность вопросов, отсутствие каких-то вопросов, которые позволяют отразить реальную демографическую ситуацию, хочется сделать первую рекомендацию, а именно разработать вопросники для переписи населения с учетом мнения национально-культурных организаций, мнения исследователей, для того, чтобы обеспечить при проведении переписи получение представительной информации о национальном этническом составе населения Российской Федерации и языковой ситуации. Также стоит отметить, что сегодня большой роль играет международное сотрудничество и поддержки традиционных культур. Мы можем по-разному на него смотреть, вот уже прозвучала сегодня двоякость развития этнотуризма, но, тем не менее, вот если мы осмотрим выводы исследований, которые осуществляются в сотрудничестве с зарубежными партнерами, вот если мы говорим о Карелии, недавно проводился там проект, пилотный проект исследования регионов совместно с экспертами Всемирного банка, был сделан вывод о том, что необходимо развивать этнотуризм, внедрять стратегию малых дел и что необходимо для социального и экономического развития на районах проживания поколенных народов использовать этнокультурный потенциал в данном случае финно-угорского народа, в том числе его материальное и нематериальное наследие. То есть это как способ решения вопроса сохранить культуру вообще. То есть опять же, вепское население, традиционно в большей степени сельское население, если мы посмотрим переписи населения, то, конечно, в основном вепсы традиционно, если мы не говорим о последних десятилетиях, традиционно проживали в сельской местности, социально-экономические проблемы ведут молодежь в города, опять же, ассимиляции. Ну и вот здесь возникает вопрос вообще выживания. Несмотря на культурное развитие, перепись населения нам показывает неутешительные данные. Ну и, конечно, вот сегодня эти международные исследования, которые направлены на выработку стратегии экономического и социального развития, это определенный ресурс для современной науки, потому что мы вот во всем известный кризис в научной жизни пережили на первые постперестроечные годы, когда был такой дезориентир, что делать, для чего нужна наука. Ну и вот сейчас вот это международное сотрудничество нам ставит новые практические задачи, давайте делать совместные проекты, которые будут направлены на достижение конкретных результатов. Вот. Ну и здесь хотела еще отметить, что у нас есть очень много отечественных научных центров изучения, этнографии, культуры, языка, вебсов. Надо сказать, что здесь нельзя говорить о том, что сегодня, здесь только что происходит сегодня, надо рассматривать динамику, и я хотела бы в своем докладе исторический аспект развития этих научных центров осветить для того, чтобы понять их уникальную роль в современном мире. Надо сказать, что вот эти основные отечественные центры изучения этнографии, культуры, языка вебсов окончательно сформировались именно в 20 веке, ну даже скажу точнее, в советское время, в тот момент, когда перед научным учреждением наставились очень четкие задачи содействовать социалистическому строительству, развитию естественно производительных сил и культуры, ведение хозяйства на научной основе, подготовки местных научных кадров. Выводы и материалы этнографии должны были способствовать плодотворному проведению в жизни национальной политики. Ну и вот в 1960-х, 1980-х годах в Советском Союзе под эгидой различных центров проводились многочисленные экспедиции, фольклорно-языковические, археологические, антропологические, краеведческие, был накоплен значительный материал, который сегодня в этих центрах сосредоточен, ну и вот такой яркий пример, Эстония, бывшая союзная республика, здесь сейчас есть замечательный эстонский национальный музей, передовой в мире, музей, он в 2016 году открыт, на основе тех коллекций, которые сосредоточены были в Тарту Иране, и вот этот музей среди двух основных выставок, которые представил выставку, посвященную финно-укорским народам, ну вот известно, что в Эстонском национальном музее ВЕПС это такая очень любимая тема, и с 1928 года в Эстонском музее постоянно демонстрирует эти коллекции. Вот, если мы обратимся к современным научным центрам, ну здесь прежде всего надо вспомнить важнейшую роль института языка, литературы, истории, карельского научного центра Российской Академии Наук, ну и в принципе карельский научный центр в целом, там их не только гуманитарные дисциплины, но и эти научные отделы, Петрозаводский государственный университет, а также научно-образовательная организация, учреждение культуры Санкт-Петербурга, который считается традиционным музеологическим центром регионального финного гравитения, а также Москвы. Ну и вот здесь, коротко, наверное, скажу, начнется с ППГО, здесь есть две кафедры, она, наверное, более актуальна для современного этапа, это кафедра этнографии, антропологии. В 1960-х годов она начала готовить этнографов, и вот фебская тематика, она одна из любленных тематиков. Тематика проводится по любви экспедиции, и выпускники СПГО и ЛГУ тогда стали ведущими научными сотрудниками Корейского научного центра, мы увидим музея Нейдзи Дрогачакова, которая стала руководителем, председателем общества вебской культуры. Есть, можно здесь вспомнить другие примеры, помимо университета, музеи. Музеи, все-таки, даже научная организация, мы об этом часто забываем. И вот здесь, как раз в Санкт-Петербурге, сосредоточено два замечательных этнографических музея. Это Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого или Консткамера и Российский этнографический музей. Ну вот если мы взглянем на сайт Российского этнографического музея, то здесь, вот я как раз хотела поддержать эту идею Сергея Александровича, что очень большой роль играют конкретные лица, личные инициативы, и на примере музейной деятельности мы это очень четко видим. То есть вот развитие финно-угорских исследований и вебской тематики в том числе связано было с заведующим отделом этнографии Северо-Запада и Поволжье Ольгой Михайловной Фишмана. Благодаря ее инициативе с 1988 года стали проводиться периодически финно-угорские чтения, проводился семинар вебсов. И в целом Ольга Михайловна Фишман разработала программу развития финно-угорских исследований, поддерживает ее и большую роль играет также в этом музее Людмила Валентина Королькова, известнейший исследователь и автор интернет-страниц музея, посвященная вебсам. Как раз сейчас в музеях разрабатываются идеи использования информационных технологий изучения и презентации культурного наследия вебсов. Если мы обратимся к опыту консткамеры, здесь, ну, первое, конечно, традиционно консткамера стала первым центром финного проведения. Ну, если мы, опять же, посмотрим на современный этап, посмотрите на конкретных деятелей, конкретных сотрудников. Ну, во-первых, здесь мы видим Александр Евгеньевич, он создал музей Левской изба в Ленинградской области, такой образцовый музей в плане методических основ. И, надо сказать, что сохраняет консткамеру ту роль, которую она играла в 20 веке в консультативной помощи и в молодым учреждениям, в новом музее в регионах и, соответственно, в подготовке кадров и консультировании в разработке национальной политики. Ну, и, опять же, музеи ведут активно-научную жизнь, семинары, конференции, ученый совет в музеях существует. Вот мы здесь, последнее, хотела отметить, мы... ...лобализации, действительный член Межрегиональной Академии информатизации образования, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Как видите, человек, который имеет колоссальный опыт профессиональной деятельности вот в этом векторе, в этом секторе, вот с темой языки и культуры народов Севера в глобальном информационном пространстве. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые организаторы и участники данного форума. Ну, во-первых, конечно, я благодарю организаторов, Сергея Александровича, что дали возможность приехать и выступить на этом замечательном форуме. Ну, хочу предложить доклад о использовании цифровых технологий, значит, в сохранении языкового культурного разнообразия коренных младий народов Севера. Ну, все мы видим, что мы живем в информационном обществе, и наряду с нашей реальной жизнью формируется вот в сети интернет новая поликультурная среда 21 века, в которой, значит, мы должны присутствовать. Все народы и языки. Дело в том, что если какой-то язык или народ не будет присутствовать в этом пространстве, он обречен на умирание, потому что информация всегда постепенно поглощает все. Так, ну, теперь, поэтому мы в 2011 году, значит, по программе развития Северо-Восточного федерального университета разработали, ну, начали программу сохранения языков и культур коренных младий народов Севера на цифровых носителях и в кемер-пространстве. Ну, чтобы не быть голословным, я хочу, поскольку это 15 минут, включить 7-минутный ролик о нашем проекте и потом дать небольшой комментарий по нашему порталу, где накапливаете данные результаты, материалы. Можно видеоролик включить? Сделано, показать, что на нашем портале. Вот он представляет собой такой вот дизайн, 8 лет мы его разрабатываем, 11 разделов, 28 народов, ну, не полностью, там у нас наиболее полно где-то 7-8 народов, где мы записывали живых посетителей, а в целом мы просто собираем сейчас информацию и хотели бы вот призвать сотрудничеству все молочите народа, которые вот хотели бы, конечно, попасть на наш портал. Ну, сейчас где-то около, больше ста попрещенных денег, около 500 статей. Вот видите, здесь карта, где какие народы проживают, сколько их человек там находится, вот по Дальний Восток, вот этот портал Викогиры. А, Григорий Васильевич, это по данным переписи там численно стоит, да? Это по 10-му году, помню. По 10-му году, да. И вот самое главное, что вот мы, первый народ, который мы записали Юкагиры, потому что он совершенно исчезающий народ, их осталось полторы тысячи, но они делятся на лесных и тундрынных, а из лесных Юкагиров осталось всего 2-3 носителя. Вот мы Демину, Любовь Николаевну записали, она дала озвучку всех, значит, сказок всяких, очень много информации. И можно сказать, что мы разработали разговорники, там, времена года, там, разные. И можно сказать, что мы все-таки сохранили язык Юкагирских, а из лесных Юкагиров. Дело в том, что вот любой может сейчас дойти, изучить эти материалы. Ну, также мы вот по Эвенков, Эвенов записывались, значит, материалы имеются потом, так, это у нас или в Тюкутске. Вот, и кроме того, когда мы были в экспедиции по Хабаровскому краю, вот народ-дегитальцы, их тоже осталось совершенно мало. И вот мы в деревне, в которой они живут, национальная деревня, всего 2 бабушки знаете язык, представляете? И мы их пригласили, чтобы записать. Они даже стеснялись одевать национальную одежду, потому что они не носили уже давным-давно, они только в клубе висят. И вот, чтобы их записать, мы их одели, все-таки уговорили одеть национальную одежду. Они так обрадовались, счастливы были, мы их записали, можно сказать, что мы их все-таки уже увековечили. Кроме того, вот, когда мы на найстов записывали, вот Келия Анталина Сергеевна, она очень известная в Хабаровском крае по изучению на найстового языка, нам очень большое интервью дала, но мы это снимали летом, а осенью, к сожалению, ее уже не стало. И вот, каждым днем мы...